Зараза. Зараза есть. Нифига себе. Что, что такое? Нет, 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 нет. Сом. Ушел. Вот какой размер есть. Ты, собака, нахрен ты убрал? Ты сказал маленький воблерок в тебе. Я сказал маленький. Да маленький там был. Вот такой. Вот. Солнце шпарит, конечно, страшно. Я сегодня зеркало посмотрел, у меня здесь белое. Загорел прилично. А у меня тут водичка. Надо тазик с водой, кстати, вставить вот так. Так, Андрюх, внимание. Он весь, по-моему, где-то здесь брал, да? Вот ты с ребятами где сплавал, вот здесь где-то брал. Сидит, сидит. Ух, хороший. По опуску, да? Да, опуск был. По ощущениям что там? По ощущениям такой средненький, да. И опять в этом же месте. Вот опять стайка какая-то. Вот, опять же, длинный поводочек. Чем удобен, с временем забываю это сказать. Сейчас видео скажу. Когда вы выводите, ну, подводите рыбу уже к лодке, нарисовывается сначала застежечка, то есть видно поводочек. И вы уже, как бы, имеете представление, уже, как бы, да, стоите на готове и уже можете как-то, ну, среагировать вовремя, наверное. Тоже очень удобно, кстати, берите на вооружение. А так длинный поводок, он спасает от порезов на бровках. И удобно вот таким вот образом. Вот я вот так беру и без подсачника иногда поднимаю. Отработал тридцать первый серебристый бандос. Мой любимчик. Так, пассатижики. Где-то были пассатижики. Куда я их утопил? Вот они. Вот такой клыкастый разбойник. Хочется, конечно, покрупнее, но... Что-то у нас подсачник бедовый стал. Бедовый он прям... Ну и подсачник, на самом деле, ребят, я выловил в речке. Мне жалко было его куда-то выбрасывать. И вот я его немножко подшаманил, тут что-то заклепал, удлинил, ручку сделал длинную. Он плавал, такой вот короткий, видно, отвалилось колено у подсачника и вместе с рыбой наверняка ушел. И я его на дорожку поймал. Вот такой. Некрупненький, но кулинарный размер. Смотрите, вот под таким даже... Поех, ты что-то сделал? Вот так загнал? Я ничего не трогал. А что это он так загнал? Не знаю. Ну вот даже вот родной бандос и то тройники разгинаются. Это просто... Даже вот у родного бандос и тройники такие слабые. На оленях утром раним. На, ремонтируй. Обычно на выпуск крупнее рыба берет. Ты знаешь, что он очень активный, очень... Очень борзый. Но сейчас, кстати, вот он не так трепещется, да, как когда мы приехали. И только курины так не дергают. Ничего вообще. Ну вот здесь начинается. И там, по-моему. И все. Прием в воду. Кстати, вода потеплела на... Сколько? По-моему, даже на полтора градуса с момента нашего приезда. Ну, 22. 22 и 3. Когда получается, считай, на 2 градуса. Существенно для рыбы. Но то, что вечером он стал брать лучше, это факт. Сейчас может клюнуть. Вот он. Ох! Нет! Нет! Нет, Андрюша! Нет! Ну, такой хороший был. Ну, вот как-то не просек. Вот сейчас вот наглядно было видно вот игру стая. Я сказал, вот сейчас будет поклевка. И поклевка как раз была обидно, конечно. Не в рыбе дело, но... Рыбак должен рыбу довести, конечно, до лодки до конца. А там он ее может отпустить. Или съесть. Просто немножко до сады. Ну, ничего. Сейчас развернемся и опять через эту стойку пройдем. Да, и еще хотелось бы сказать по поводу катушки. Вот я катушку поменял на свою любимую Cardiff. Q2R снял, как запасная лежит. Но, значит, Q2R помощнее катушка. Она вроде бы меньше, но... Прокручивать с ней рыбу, приманку, там... Прорабачить с ней легче. То есть передаточное число, может быть, у нее поменьше. Я вот хочу сравнить. Я так и не посмотрел, сколько здесь, сколько там. Надо сравнить. Но катушка реально, ну, скажем... Не то, что может более силовая, а может быть более силовая даже. Q2R мне понравился. Единственное, что она, конечно, праворукая. И когда я подсекаю, мне приходится делать перехват рукой и мотать. И здесь кисть иногда у меня при порыве судака, когда судак начинает дергаться, кисть у меня выворачивается, и в этот момент бывает схода. Не очень удобно. То есть вот левой рукой подсек и сразу крутишь. Правой рукой так не получается. Подсечка, перекладываешь другую руку, и вот это, конечно... Вот у меня много рыбы из-за этого сошло, поэтому я, конечно, обратно поставил свой кордив 401А. Я с ней проловил очень много, долго, и, конечно, я доволен. Но Q2R как-то идет, скажем, полегче. А у Андрея стоит катушка Magda Pro 20. Доволен ты ей? Да, доволен. Сколько лет ты ловишь? Около шести. Ничего пока еще не сломалось? Нет, ничего не сломалось вообще. Просто многие говорят, что у них леска укладывает. Ломается. Нет, все цело. У меня две катушки, но у них есть свободный ход, но это почти заводское. То есть это не сильно изменилось на эту покупку. Кстати, уже сняли с производства и продают остатки. У тебя раритет только. Так, ну вот, вроде бы, какая-то стайка. Что-то сейчас, возможно, где-то четко как-то клюнет. Так, вот судак нашли, Андрюха. Вот это, по-моему, та кочка. Вот судак, бровка и стоит судак. Это стопроцентно судак. Тоненькая, да? Ну вот у Андрея была. У меня нет. На долю секунды подсёк. Вот долю секунды. Понял, что вот на долю секунды опоздал. Он пока мозг сообразил, да, он остался на руке. Да, и вот это вот. Вот, возможно, судак стоит метрета одна. Приготовься сейчас, Андрюх. Может быть, будет что-нибудь. Ух ты! Штормик, 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 штормик. Штормик мой, наконец-то разловленный. Штормик по тридцать первый цвет. Ух, завалился ты как. И что-то серьёзное. Даже винтом не идёт. Вот я рад. Вот я рад. Так, это серьёзная рыба. Серьёзная, 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 серьёзная. Здесь... Ух ты, ёкарный... СКОЛОЧЬ! Ничего я тебе не скажу. Блин, ребята, короче, сход был больше трёшки. Жалко. Где? Вот-вот. Да нет, это тройник. Что-то я покрашу идеально. Куда же он ударил? Блин, друзья мои, я в такой печали вообще. Кто бы сейчас чего не говорил, а? Ну, не моя вина. Блин, здесь больше трёхи был. Шторм, а, ребята. Я на него ставки-то и не ставил. Адрюх, у меня ещё другой цвет есть. Штормик. Поставь. Вот, выбери, короче, я тут всё взял. Смотри, ну, красный, наверное, не очень. А, ну, смотри, короче, вот зелёный, наверное, тоже не очень. Есть вот такой. Или, наверное, вот такой. Случу, почередуй. Ну, потому что это реально трофей сейчас был. Просто трофей на шторм. И сейчас посмотрим. Ну, дай бог он будет не последний. Ну, вот сейчас было видно, кстати, он шёл просто бревном. Тупо, тяжело просто шёл. Не дёргался, не рыпался. Просто вот бревном шёл. И лодки начал давить. Вот. И видно, я его или просёк плохо, и непонятно почему, как, что. Ну, короче, ушёл. Вот так вот. Да, вот здесь вот есть удар. Удрю, готовься. Удрю, готовься. Удрю. Ой, удачи, удачи. Штормик, удачи. А, блин, наконец-то. Смотри, это опять отработал. Я всё подниму здесь. все-таки штормик рулит но уже не такой крупный обидно конечно немаленький андрюш давай попробую не упустить хрен узнает что-то пришлось насладить вермозой фрикционно сходить сырек на сопле ведь просто на сопле вот так он ушел тот за хвост за хвост взял опять за хвост штормик нам приносит трофей боюсь я тебя засадить берет за хвост почему скорость маленькая это сошел из-за того что держался за хвост что угли не ушел традиционный рывки его будет гасить было все я парочку все еще таких воздух именно стального цвета пока если честно я мне не очень верил но просто было блин опуск был ты смотри что происходит жарко конечно всякну кошмара вот прям в харю зонтик вот так простая я видел кстати так женщину и да может взялся вот на зонтик мне бы кто не зонтик так подержал бы а фрикционно андрей забыл закворился родная халочка а тройничочки то хрень мы давно уже известно тоже печально большие кольца стоят хорошие формы хорошие петли все классно на тройники у них и шляпа и покраска трубочек ну вот штормик опять все мы видим че стал вот такой штормик здесь очень великолепная фурнитура очень славные тройники кольца вроде бы как петли но петли на вид немножко даже смотришь такой как слабовато по сравнению с крючками и колечками а так все очень даже славно рубер ни разу не вылетал сбоев не давал и оказался очень довольны таки уловистом особенно когда клюет трофейный судак вот на него вчера вечером очень много довольно трофейных поклевок был один сход хороший взяли одного кубер славненький мне понравился он из-за того что купил его в тридцать первом цвете серебристый и вот там что взял зелененькие желтенькие разные на них пока еще не ловили где новые вы или будем кого и дальше есть стоят сидит но он рыпается никак не крупный он поэтому исходит на тройник у меня большой у тебя сидит Это вообще пост мелочь Говнюк, а за это съесть можно? сам дурак Красавцы Винтом идет Ну, ух ты, не сопли висит Вот такой боевой ваблерочек Какой-то серебристый перламутровый Желтая спинка, рыжий бачок Такое пятнышко Уже всех обловил Тип крэнк На бандосик? Нет, на мэнсик Мэнсики Мэнсики Судачишка Судачишка Есть в пиявках опять Почему в пиявках? Зачем в пиявках? Да, неплохо, неплохо Нет, 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 нет На подушечку, давай Аяяя, нет, нет Крупнее, крупнее, крупнее прям за к за хвостик берет красавчик вечер зелененький влетела только поставил новенький разловил нет 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 блин а хорошая прям была подъемка вот прям реально круто гадина сейчас вообще не в теме перекур наверно тебя перекур нет у него я поближе подвинулся прямо там прям подвинулся это рыба сошла почему сходит тренинг и не сиди сиди как чё подымать за уши ёкар ну бабай тихо 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 у меня такая же бит сука скотина что же он так дергается так друзья мои трофей по ходу трофей на бандосик вот реплика от герман натурал очка замена тридцать первому цвету походу найден андрюк подсачник надеюсь что это трофей правда не дает но и винтом не идет ну немножко все посмотрим посмотрим ну подушечку для нынешних времен это не плохо разобрался и щеку покажи андрюшу берут вот такая натуралочка конечно немножко отличается по первом утру и цвет не совсем конечно тридцать первый но натуралочка хорошая не крупным зараза не вот он вот он вот он вот он вот он с опуском и их неплох походу на зеленый цвет gg бомб реплика от герман не за раз винтом идет но не хочу меня нет это не люблю это не крупный ну не крупный стандарт скажем такой и не мелкий совсем пачу раздевал он как идет ну такой в этом году ничего поделать я ребят не могу попадается конечно крупнее но редко на трешку брали вот такой и вот зеленый синий глаз и уже прославился так ну что друзья мои судак вроде бы вышел на 6 на 7 метров наконец-таки перед уже нашим отъездом и на этой глубине он стал ловиться уже покрупнее пробуем сейчас вот сегодня вечер у нас последний из вечеров и завтра последнее утро все крайне рыбалки остались будем пробовать уже тогда бороздить эти глубины мелочевку уже на 4 метрах уже не хочется ловить ну мелочевка конечно в пределах килограмма полупа там кило 300 кило 200 800 700 грамм и попадается там вообще просто мелочь еще меньше поэтому не хочется травмировать там рыбу пусть она там живет то другое происходит там а мы уже эти две рыбалки попробуем посвятить ну более крупной рыбе до этого вечером особо судак не брал а вот вот вчера уже вроде получше стало сейчас вот поактивнее надеемся сегодня мы половим и что-нибудь нам удастся отснять средняя скорость у нас была в этом в этой нашей поездке где-то 3.15 3.35 вот где-то мы так старались двигаться для нас показалось что вот эта скорость самая оптимальная была по нынешнему судаку приманки в основном отработали это бандит реплики на бандит от герман мы ловили на gg бомб на родной бандит 31 синие цвета зеленые мэнс неплохо красный такой отстрелялся типа дипшекера приманки 75 размера 80 вот такой дипшекер просто отличился лучше наверное за эту поездку на будем искать теперь такую новую приманку на этом уже место нет это дипшекер 65 от целебитов вот такая реплика от герман дипвичер 85 тоже неплохо себя показал синий такой цвет садака отстрелялась тролл дд 85 на агрессоры мы по-моему так ничего не поймали очень хотелось конечно но не получилось но через полторы недели будет следующая поездочка надеюсь на агрессоры мы что-нибудь полоим поджиговали мы неплохо протестировали мы в этой поездке поклевка мимо протестировали мы в этой поездке германовские приманки силиконовые приманки оказались довольно таки хорошие сама джиголовка у нас была творческий джиг довольно таки острые крючки очень грамотно сделано само цевьё сходов намного меньше чем с простой джиголовкой натычка многие спрашивали про поводки вот на поводки я ловлю просто и надежно раньше ловил на контакт тульские были поводки но это сейчас немножко стало все дороговато мне кажется и на самом деле метровые размеры не всегда встречаются у производителя просто и надежно есть метровые и полтора метровые поводки что я приветствую и мне очень нравится при троллинге довольно таки прочная фурнитура и сам поводок довольно таки нормальный в этот раз я опять не протестировал титановые поводки я купил но не смог просто забыли их поставить скажем так вот в следующей поездке это через полтора недели в июльской поездке я обязательно на них половлю метровые эти поводки с нагрузкой 30 килограмм как поговаривают в ближайшем будущем будет еще по моему и на 40 килограмм также у этого производителя появился и поводковый материал уже с обжимными трубочками в комплекте надеюсь я все-таки смогу запилить уже обзор по поводкам и со стола вам более подробно о них расскажу про эхолот Раймари мне так и не удалось сделать обзор коряк на самом деле особо нету да и вот Андрей с собой привез Повернс Хук-5 ему тоже было интересно посмотреть на этот эхолот на свою обновку кое-что конечно в нашем вы увидели, увидите но постараюсь сделать что-нибудь подробнее со временем в этом видео мы постарались сделать какое-то небольшое как бы не то что сравнение потому что сравнивать Хук-5 и Dragonfly 4 ДВС это как-то не очень правильно потому что совсем две разные модели один эхолот стоит 16 тысяч другой стоит там 40 но все равно как-то рядом они постояли вы что-то смогли увидеть для себя может что-то для себя почерпнули если что-то интересное удастся нам заснять то мы обязательно конечно в видео это вставим на спиннинге мы ловили в этой поездке от Волжанки это Авача и спиннинг Джерк 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 с тестом до 160 грамм 2.10 длиной и Авача пишут 300 грамм до 300 грамм и тоже 2.10 значит брал я в эту поездку Авачу как 2.40 так и 2.10 сразу скажу 2.40 мне не понравилось она более лапшистая а вот 2.10 спиннинг очень даже вот сейчас на него ловлю очень мне он понравился хорошая чуйка для нашего троллинга спиннинг вполне пригоден в принципе это так же как и Джерк но Джерк более деликатный спиннинг хотя вот мы на зацепе вы видели на зацепе он себя показал довольно неплохо надеемся что когда завалится сом он тоже выдержит сомов мы к сожалению в этой поездке так и не поймали так и не поймали